здравствуйте уважаемые товарищи мы вас рады приветствовать нашем канале сегодня у нас воскресенье 17 17 апреля мы едем покорять вершину горную главную под названием главное мы будем прыгать через бревна перевозить каньоны ущелья переезжать реки в рот и все это на вот и вот замечательной техники ребят это прикол конечно же там обычная грунтовая дорога мы просто хотим пократиться потому прокатиться она естественная такая вверху крутая но кто был на горе главные на острове русский то знает что там ну в конце на такая ну крутовато обычная грунтовка короче впереди вас ждет много интересного контента мы взяли с собой себе радиостанцию антену виктор зарядил полностью аккумуляторы и мы планируем провести оттуда сеансы радиосвязи также у нас есть шпроты килька в масле у нас есть чай вилки и вообще мы планируем очень там весело провести день поэтому оставайтесь на канале мы поехали я приехал чуть-чуть пораньше виктора вот ехал где-то 60 километров в час средняя скорость у меня была ехал полчаса примерно и получается от ней буду до конца асфальта на русском ну до поворота да здесь на ворошилку 34 километра ровно вода видите подъехал ну чё как ты доехал классно я доехал нормально спокойно тени голода было да лучше одеваться заверз можешь заболеть после этого что замерзла грузия на сейчас сам там ехал 60 километров если поехать мотор сильный реверс не особо а у меня замерзли немного этот многие от колена ниже а так туловище вообще не замерзла вот ну что же друзья я видео не снимал пока мы ехали сюда на остров русский потому что ну я снимал уже видео на остров русский ну и собственно говоря хочется потратить батарейку именно на лес поэтому сейчас мы еще чуть-чуть поедем по асфальту потом начнется грунтовка вот и там где мы с этой грунтовки свернем уже на военную дорогу старую там я начну снимать уже на камеру ну на экшен камеру буду снимать поэтому погода нормальная лишь бы сегодня дождя не было мультики у нас прогрелись нормально поехали дальше класс тут так тихо вообще как тихо в лесу друзья ну что ж мы добрались до сворота уже на лесную военную дорогу друзья как вы видите мы с виктором что нормально пока что ты за свой едем покажу вам вдалеке вон там находится гора на которую мы поедем сейчас не знаю видно вам или не видно ну я на этой горе был уже ведь идет еще не был ну посмотрим в общем здесь начнется грунтовка сейчас прицеплю камеру вот мы сейчас еще чаю выпьем вот мы будем ехать потихонечку наверх и так друзья начинается у нас этап подъема уже сопку я буду со открытым визором ехать вот видите уже все готов вот будем сейчас потихонечку ехать наверху уже там посмотрим что будет короче давайте поехали сейчас мне сады как прикольно я ногу поднимаю я через сумку не могу я вот так делаю холода короче едем сейчас до верха дальше уже будем думать про план понятно сколько лет мы рассуждали про поездку на мотоцикле на гору главную его только вас спустя столько лет подошли уже к реализации этого плана как видите здесь только на мотоцикле ехать ну как на джипе тоже можно проехать на легковушки вообще проблемно вот эти бугры как вы переедете но никак там дальше еще где-то были а сворот на гору центральную вообще перекопанный а здесь я спокойненько еду на 4 передачи мы быстрее здесь и не будем ехать витя потихонечку сзади едет старый мост уже полу разрушенной когда совсем давно здесь да не было еще не моста на остров русский ничего здесь здесь вообще никого не было здесь только военные были летом здесь красиво но мы сюда конечно же поедем летом еще летом здесь прямо такой все зелененькая заросшая все такое красиво и здесь тихо обратили внимание видео записывал потом не знаю получится на или нет нам посмотреть ну и короче не знаю меди старается мне вот так вот по этой грунтовой дороге и ехать больше нравится чем по асфальту здесь сейчас хотя скользко было чудо аж я испугался вы получается на мотоцикле насколько быстрее дать пешком но мы сюда ходили пешком пару часов тут идти полтора часа пешком мысли идти взрослому человеку мы сюда ходили с детьми ну раза четыре наверное сюда ходили я из радиостанции сюда ходил надеюсь звук запишется хорошо чтобы было вам слышно и двигатели как я говорю вот и и и и и и что-то видите под отстал но ему наверно по таким камням не очень да нет едет потихонечку но чем уж не несёмся как сумасшедший едем себе потихонечку да и все свете подмитя чуть-чуть подождем ну чё нормально ну камни большие там ну ты потихонечку есть покойника да и все я остановился просто этот ну проверить звук идет или нет чё также потихонечку едем я спереди да давай если все получится все все будет хорошо то мы конечно же сюда вернемся еще летом когда здесь будут листья и поснимаем еще здесь летний летний пейзаж приедем и на мультикин и на грязной будут что-то я последний раз когда здесь был не помню чтобы здесь так прямо вода текла дороге но здесь короче локальный такой участок что страшного у нас кстати спички с собой есть можно на крайне костер сжечь прикольно мне прямо уже хочется до посмотреть повтор как получится все я прямо обалдею спокойненько себе так раз 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 ну сейчас конечно джиповоды так далее будут меня критиковать что здесь дорога такая типа легковушка проедет но на мотоцикле прикольный ребят сквозь и здесь как бы не можешь проехать можно просто прокатить его и так далее конечно же у нас мультики вообще не для этого вообще и вообще не для этого не по характеристикам не по резине чем 125 кубиков резина дорожная гладкая лысая вот но мы же и при этом не несёмся как сумасшедшие вот мы доехали до вот этого места где поворот на гору центральную по моему да сейчас здесь я видишь подожду здесь вот это поворот на на гору центральную здесь когда начинается сезон здесь просто уйма кличей прошлый раз вот просто сидя здесь мы насыпляли себе из детей снимали он где-то витя вдалеке едет и слышу вот но мы сюда тоже поедем обязательно на летом такая красивая заросшая вот эта дорога но там дальше где-то там не до конца можно доехать она в одном месте перекопана не знаю как сейчас одну последующий раз посмотрим была перекопана и там короче не проедешь но может быть и на эндуре можно в волоком тоже не протачив там мотоцикл тяжелый там через такой враг витя едет вообще нормально слышай а говорили 50 кубиков не едет да еще как едет ребята смотрите мопед мопед suzuki бирди 50 кубиков и видя такой большой и нормально мотик валиды но нормально короче смотри вот это вот сворот это на гору центральную второй сворот но если останется время мы туда прокатимся посмотрим вот а мы сейчас мы на самом деле очень быстро идем а мы сейчас едем туда дальше ну в принципе там ехать недолго осталось вот если наверху ветра не будет то мы поэкспериментируем со связью наверху если будет ветер спустимся куда-нибудь пониже там ну просто наверху деревьев нету а тут деревья принципе ходе ходе хоть какие-то более-менее есть то что поехали дальше поехали дальше ребят ована вот это был косяк до вроде бы я на нейтралки оставлял оао бородrick и ована оао о и ооо и оао Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь получается перекресток Мы на этом перекрестке поедем Получается, вот это на главную дальше дорога пошла А вот это вот пошла дорога И туда можно проехать Можно выехать аж туда На самый юг острова Русский Туда, где база отдыха Леведь Где Витязь, бухта Ой, какой Витязь этот Боярин Да, то есть Но мы едем наверх Мы фактически уже приехали Вообще быстро долетели Пешком здесь где-то больше часа идти Что, погнали потихонечку? Здесь надо, сейчас здесь будет очень круто Здесь я поеду на первый, наверное Да нет, пока не круто Ну там в конце было круто Что-то я вот где-то в память осталась Что крутовато Что-то я вот где-то Ну вот здесь вот тихо Здесь вот и можно антенну испытать Так, а здесь грязь Ой, приедем Отчики будут грязные Так, что-то в глаз попало Какая-то дрянь Комарик или мошка какая-то попала в глаз Но я еду с открытым визором Потому что Скорость небольшая Он запотевает Да и как-то так Так прикольнее с открытым визором Ну вот как здесь на машине ехать Никак, особенно На легковой здесь фиг проедешь Она на цикле Можно проехать Витя потихонечку едет сзади Видео вижу зеркало Но это уже почти вверх, можно сказать Сейчас наверх заеду Покажу вам, какой вид открывается Вау Полноценная эндуро получается Что-то надо было посмотреть, как Витя проедет Я что-то даже прозевал Ну ладно, на обратном пути На обратном пути посмотрим Едет Витя проедет Мы сделали это Давай пять Мы сделали это В курсе? Я далеко доехал Нет, там этот овраг последний Ты нормально переезжал? Ну аккуратно Там вот этот Ну да, аккуратно ноги поставил Ну да Ну что, вот мы и приехали Можно сказать на самый верх Короче, ребят Покорили мы эту гору Я не помню, здесь какая-то высота Здесь что-то около 300 метров Надо посмотреть в интернете Вот Там южная часть Южная часть За островом русский Рейники Попова остров И так далее Вот сейчас немножко такая погода Дымка немножко идет Но в целом отсюда очень далеко видно Здесь красивый закат Кстати, на канале У меня есть ссылка про закат Снятый отсюда Очень красиво вода смотрится Вот такой вид На редкость На редкость сейчас тихая погода Прямо очень тихо Сниму такую Видеопанораму Скажем так, для вас Здесь вот видите Базовая станция МТС Башня стоит огромная А вот, кстати говоря Вот этот камень Я на нем фотографировал радиостанцию Для заставки этого канала Несколько лет назад Спустились чуть-чуть с горы Вот Что здесь есть деревья Хоть какие-то Да и здесь ветра нету Да, если там поддует ветер Здесь ветра точно не будет Сейчас будем проводить сеанс радиосвязи По крайней мере, попробовать это делать На 27-200 МГц А ты расскажи, что за канал Почему такая частота именно Это российский вызывной канал дальней связи А почему именно дальней связи? Потому что на этой частоте проводится между городами По всей России связь А дальнобойщики не на этой частоте будут? Дальнобойщики на другой Понятно В чем мы будем использовать такую аппаратуру И ведь какие будем антенны использовать Расскажи Антенну будем типа Inverted V Но ее можно еще натянуть Как и вертикальный штырь Сейчас мы закинем веревочку на дерево И ее поднимем А в качестве транссивера Что будем использовать? Мегаджет 100 Самая простая станция, которую можно только придумать Сейчас мы это все подключим Закинем антенну на дерево и попробуем А питать чем будем? Питать будем вот таким вот аккумулятором Литий-полимерным 6 А Понятно Это типа модельного такого, да? Понятно Ну слушай, у тебя он еще не с души, все нормальный Ну только второй год Я в том году купил Ну круто, здорово Что, давай сейчас это все подцепим И попробуем провести радиосвязь А, кстати Народ нас может, знаешь, что спросить Мы обычно с тобой там у КВ Там 144 Там У нас 430 Там 3,6 КВ Вот это вот Любительская связь Ну, которая именно настоящая любительская Используем А нас народ спросит Что у нас Что мы поперли там 27 Мегагерст Гражданский диапазон Надо сказать, наверное, что В России, да? С каких-то С какого-то времени В диапазоне 27 Мегагерст Он у нас легализован И радиостанцию в диапазоне 27 Мегагерст Можно купить до 10 Вт Легально, без всяких разрешений, правильно? Все правильно То есть не нужно разрешение Используем частоты РЭС не нужно регистрировать И не нужны позывные А я вам напомню, друзья Что когда мы связывались на КВ Именно на любительских настоящих частотах Там 3,6 14 Мегагерст У нас были радиостанции Они были у нас зарегистрированы И у нас с Виктором есть позывные Собственно говоря Что и позволяет нам на этих частотах работать Позывные мы получили Изучив материал радиолюбийский И сдав, соответственно, профильный экзамен На 27 Мегагерст Ничего этого не надо Вы просто идете, покупаете Радиостанцию мощностью до 10 Вт И ставите ее где угодно В машину, на мопед Домой Используйте портативную В лесу и так далее В этом особенность вот этого диапазона 27 Мегагерст Видите, как Авиамодельный Спорт приходит Выручает радиолюбителей Контроль заряда Контроль разряда Установили пищалку Короче, как только будет напряжение проседать Мы сразу это увидим Сейчас вам Виктор покажет Несколько акробатических Вещей Короче, нужно Нужно закинуть его на ту ветку На небольшую высоту Я не знаю Здесь метров пять Наверное Давай, Витя, тебя смотрит вся страна Давай Метание гранаты Управнение Над мотоциклами Хопа-на Хрящ Ну что, нам это подходит или не очень? Очень подходит Пока Виктор бросал веревку Я тут обнаружил Какие-то цветочки лютики что это ребята пишите в комментариях кто знает что это за цветы здесь начинают вылазить смотрите друзья мы закрепили здесь получается инверте 3 она без балуна сама обычная витя пошел поднимать и и ты хочешь все-таки попробовать сразу вертикалом сделать а выше тени почему у тебя луч на земле лежит ну понял я просто обычно поднимаю среднюю часть а потом этот ну так тоже на пойдет эти кабель не очень длинный конечно ну вот вот такой колхозик у нас получается это смотрите ребят это реализация все-таки мы делаем делаем что и грубо говоря с одним противовесом такой вот кривовастенький но нам подойдет короче посмотрим если время останется и нам будет не день то мы еще изобразим инверте 2 фактически нам осталось просто посоединить гарнитурку давить до тангент вот таким вот разъемчиком интересным привет из далеких ссср сейчас таки rg45 rg6 наверно там всякие такие коннектор используется по идее сразу мы кого-то услышим наверно а сейчас какой канал выставим 20 20 еще никого нету всем канале 13 кто слышит ответьте русский остров прием проверка связи здесь 13 русский остров прием прием я думаю все еще пока спят достаточно рано 9 утра ветра нет очень класс ребят ну у нас камера чуть-чуть будет под наклоном не обращайте внимание потому что не абстратива вместо статьи вам мы используем витин мопед у нас сейчас вкусные сосиски с сыром вот надо их приготовить надо их приготовить жгем небольшой костерчик в лесочке очень маленький потом мы его зальем воды водой у нас собой специально вода 7 литров воды мы взяли чтобы специально тушить костер и мы все затушим здесь жгем кстати не в лесу а на дороге прямо жгем покажу ребятам сосиску смотрите вот он вот видите это сосиска сыром вот она всем в канале 13 то слышит прием это кто в канале прием прием века 13 привет доброе утро но мы на это на русский остров на мопедах поехали сейчас вот с полевой антенны пробую как сегодня сигнал там ничего не отваливается прием а это с русского у тебя кстати почти как дома слышно как называется в сопках гора главная ну понял сейчас на горе главной вот на проселочной дороге стали сосиски жарим решили и связь заодно провести ну да понятно слушая дефектов нет никаких сигналов вчера ты говорил что было я другой разъем не зажимался в гнездо антенны поэтому был шорох сейчас все нормально плотно затягивается все хорошо работает но хорошо спасибо за связь давайте отдыхайте меня тоже сегодня наверное вытягивать на шашлыки будут да уже я говорю уже на градуснике 12 а это у нас солнце еще с востока только заворачивает то есть градусник на западной стене висит там еще не светит ничего уже 12 градусов сегодня похоже жарко будет ну да но если что видео может будет на канале Сергея Панченко посмотреть может быть подписаться увидеть как мы тут антенку развернули вот для информации спасибо 73 в общем друзья мы перекусили и по радио поговорили на канале активно обсуждают ситуацию на украине вот фактически напоминает такой радио чат как бы там люди высказывают свое мнение и так далее вот и мы сейчас соберемся прокатимся по дороге в сторону чуть-чуть бухты боярин и потом в сторону горы центральной прокатимся короче покатаемся я буду записывать на экшн камеру застрял ведь у тебя палка смотри под низом палка под низом в общем друзья пообедали мы связь проверили сейчас поедем дальше покатаемся вот чё погнали она она Вау, смотрите какой фазан большой. Жирный какой фазан, смотри вон бежит, фазан большой вон он, офигеть какой здоровый. Тут такой нехилый уклон вниз, здесь надо потихонечку. Да, такой жирный фазан, прям крупный такой. Сейчас поедем налево куда-то вот сюда вот, я туда не ходил еще и не ездил. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Скорее всего летом грязно скорее всего и большая часть травой заросшая скорее всего. Что-то прям колея такая. Кто-то здесь на мотоцикле проезжал. Субтитры сделал DimaTorzok. Слушай, а мы потом отсюда заберемся назад? Мне было тяжело ехать в коле, мне арки купляли. Да, тут просто смотри как скользко. Давай наверно там внизу развернемся где-нибудь. Да почешем туда, в другую сторону. Поехали. Тут высокая колея получается. И мокро. Если та часть была такая каменистая и более-менее сухая, то здесь прям реально мокро. Сыро. Еду чисто по колее прямо. Офигеть, глубокая колея. Продолжение следует... 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 Сейчас вот едешь, но не так жарко. Постепенно народ подтягивается. Там мы машину одну видели. Здесь вот на джипе народ стоит. Ой, блин, сейчас пылище будет. Субтитры добавил DimaTorzok Едем потихонечку, потому что здесь скользко. Песок такой здесь сверху вообще несет только так. Потихонечку будем ехать. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Слушайте музыку Она вдохновляет весь мир Окрыляет душу Способствует полету воображения Цените вещи не за то, сколько они стоят А сколько они значат для вас Всегда говорите то, что чувствуете И делайте то, что думаете Вокруг столько прекрасного Объясните тем, которые заблуждаются Считая, что перестают влюбляться Когда стареют Не понимая, что стареют Когда перестают влюбляться Глубоко вздохните Поверьте в себя Улыбнитесь Улыбнитесь Наслаждайтесь Каждым удовольствием Ведь никто из нас не может быть уверен, что для него наступит завтра Сегодня Сегодня может быть последний раз Когда ты видишь тех, кого любишь Поэтому не жди Сделай это сегодня Так как если завтра не придет Никогда ты будешь сожалеть о том дне Когда у тебя не нашлось времени Для одной улыбки Одного объятия Одного поцелуя И когда ты был слишком занят Чтобы выполнить свое заветное желание Поддерживай близких тебе людей Говори им, что они тебе нужны Люби их И обращайся с ними Бережно Никто не запомнит тебя За твои мысли Воплоти Свои мечты Это мгновение Пришло Да что такое? Опять машина Опять пугодать Вот он сворот О, видите как скользко Колесо прямо вязнет И рыскает Среди камней Который как горох Такой в тазике Но ничего Мы сюда Несколько месяцев назад Заезжали на машине На Рио Заехали В принципе До самого верха Была небольшая колея Но незначительная Совсем Посмотрел сверху А хотел сначала остановиться Дождаться Дождаться Видеть он Смотрю он едет Думаю ладно Тогда я тоже поеду Здесь очень красивый вид Конечно На рековой машине Сюда ехать Очень некомфортно И не факт Что сюда кто-то ездит На машине Продолжаем ехать дальше Наши печеньки Нас уже ждут Вот в прошлый раз Когда мы сюда ездили На машине Вот я вот здесь В машину бросал Хотя можно было Заехать выше еще Здесь сейчас буквально Вот 100 метров И все Площадка Грубо говоря Сам Ford Что-то вторая передача Не сразу включилась Мы здесь снимали Показать Показать Давай посмотрим Потом спустимся Покушаем Показать на машине Показать на машине Его носить очень легко Если вы зарегистрируетесь На сайте Геокешенко Почитаете описание Тайника Проникнетесь Идеей И все Там просто будет Для вас Ну да Не подрывает Спокойно Да 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 Нормально Вот он ребята Ford Сейчас я чуть-чуть Поднимусь Вот он Вид здесь Шикарный Что Может быть Поднимемся Вон туда Туда Оттуда Посмотрим Не на твоем Можно попробовать Кстати говоря Смотри как красиво Да Здесь Вообще Красота Почему бы Не навести Здесь порядок И не сделать Музей Какой-нибудь Да Сооружение Такое Монументальное Вот он Да День шикарный Ну вот Печеньки наши Мы внизу Посъедаем Все равно Короче Красиво Очень Здесь вид Сегодня еще такая Дымка Если сюда приехать На закат У меня есть видео На канале Релакс Называется Ротик Релакс Там так красиво В 4К Волны блестят От солнца Вообще классно Вот Ну ребят Я пока экшен камеру Выключаю Мы Идем Хавать печеньки На этом ребята Сегодняшние наши Покатушки Заканчиваются Я уже не буду На лоб На камеру Ничего снимать Сейчас потихонечку Спустимся Вниз Туда там Крутоватый Только подъем И едем Возвращаемся На нашу родную Улицу Если получится Там помоем мотоциклы Сразу где нибудь На мойке Вот Поэтому Пишите обязательно Комментарии Какой контент Вам нужен Связанный с мотоциклетной темой В следующий раз А на этом все Всем пока Бонусный Бонусный фрагмент Ребят Смотрите Мы заехали на мойку Мотики Помыли Мотики чистенькие Приятно посмотреть Один Второй Все чистое Вот Что собственно говоря Бонусное видео В чем Смотрите Сколько мы сегодня намотали Не знаю Блин так стрелка Неудобно стоит Короче Сегодня У нас пробег Суточный составил 99 километров Итого Я накатал 394 Всего За весь пробег Витя полируется Своего мотика Прямо хочет до блеска Чтобы Все правильно Витю надо поздравить У него Сегодня было Боевое крещение Первый раз Он шлепнулся Но так же Как и я Стоя на месте Чуть-чуть На бок Что-то Как-то Ступился И уронился Ну смотрите Ребят Мопед проехал Сегодня 100 километров Помыли его Смотрите Какое состояние Вообще Мопед Можно сказать Новый фактически А Мы не сказали Про расход Получается Расход У тебя Схабало Там Схабало Сейчас Схабало Пол бака Методом гугления Мы определили Что бак Здесь примерно 5 литров Бак Полную Это в завязку Возможно Он стоит Подноклоном У тебя Короче Сожрал 2,5 литра На сотню 200 километров Можно запросто Проехать С одной заправки Но это на таком По камням По Неэкономичному режиму Неэкономичном В горку Уперли То еще что-нибудь Я думаю По трассе Если ехать Но это как обычно По трассе Меньше висит